Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале Инстафорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Нефтяной рынок вчера принял очередной удар, на этот раз вулепту внес отчет от Американского института нефти. Так, согласно данным, запасы сырья в США увеличились за неделю на 3,947,000 баррелей после ожидания меньшего прироста. Запасы бензина выросли на 4,634,000 баррелей, а дистиллятов чуть более миллиона. Тем самым, опасения экспертов за усиленный рост добычи сырья в США вполне оправдан. Североамериканская нефть продолжает торговаться не уже 59 долларов за баррель. Участники рынка ожидают публикацию сегодня официальных данных по недельным запасам сырья от Международного энергетического агентства. Однако, инвесторы не ожидают значительной разницы в результатах. Тем временем, североморский талон вновь возвращается к прежнему минимуму – 62 доллара за баррель. Нефтетрейдеры вновь теряют веру в результативность работы пакта ОПЕК+, предполагая, что глобальный рост добычи нефти в США его нивелирует. Несмотря на медвежий тренд котировок черного золота, некоторые сырьевые валюты продолжают интересовать инвесторов больше, чем доллар США. Так, котировка пары доллар США рубль пребывает ниже уровня 57.60, а главной подавляющей силой пары является слабость господствующей мировой валюты. Рынок в ожидании публикации инфляционных данных от США, поэтому его результаты повлияют на дальнейшее движение пары доллар США рубль. Что касается нефтяного рынка, то эксперты предполагают продолжение снижения котировок сырья в течение ближайших нескольких дней.